дорогие друзья всем доброго времени суток я вас всех приветствую на своем канале канале о вязании и не только меня зовут ирина маркелова канал мой тоже называется ирина маркелова очень много разных видео на моем канале и основная часть этих видео составляет видео вязание то есть мастер-классы видео отчеты о моих вязальных делах назову это так в общем сегодняшняя тема это как раз такая тема которая посвящена тому что я вижу что связала и что планирую вязать скажем повезушные поболтушки вот в недавнем своем теги я сказала что перестала делать видео отчеты о проделанных работах за месяц о выполненных работах за месяц ну и то что какие у меня планы и так далее и очень много комментариев мне сообщений пришло о том что зря я отказалась от таких видео потому что многие любят смотреть их и так далее и так далее ну и как бы я сказала что хорошо ближайшее время я такое видео сниму и вот оно перед вами скажем так заранее приношу свои извинения если где-то буду заикаться не совсем здорово нет у меня не коронавирус у меня просто погодные условия на меня влияет и и поэтому как бы все это проходящее не будем на этом останавливаться а значит я считаю что за последнее время я как бы проделала но если не сказать что колоссальную работу то очень большую хотя смотря с чем сравнивать за март и апрель я выпустила энное количество частей мастер-классов частей не просто один на мастер-класс а частями в которых там было больше чем по 30 минут и в общем то без ложной скромности хочу сказать что да действительно если оглядываться назад то я очень хорошо поработала я сняла мастер-класс по вязанию пуловера марта который с успехом уже связали несколько человек и прислали мне фото своих изделий я выставляла их в ваших замечательных работах мне очень очень приятно то что вы вдохновляетесь моими изделиями вяжите для себя 1 подписчица мне написала ирина как посмотрю ваше видео сразу начинает руки чесаться начать вязать вместе с вами мне очень приятно что мои видео вызывает вот такие чувства вас я думаю это приятно не только мне но и любой другой вязальщицы но что-то я затянула вступление а значит по поводу марта я сказала да и также я связала 2 скатерти вот одна скатерть перед вами тоже по ней по моему в пяти частях видео мастер-класс и это же очень много связали уже и прислали фото это ну очень много за такой короткий срок очень очень много вязальщиц связали больше всего мне конечно нравится то что рассказы ну говорят что очень доступный мастер-класс что все понятно что нравится вязать вместе со мной ну это такая похвала которая окрыляет вдохновляет я вообще если честно не понимаю тех людей которые стараются вязальщицы сказать какие-то ну как бы я скажу что обидные слова я вот тем людям хочу сказать что вы прежде чем писать какой-то плохой комментарий о том что у кого-то это не так кто не так и пятое десятое вы поставьте себя на место того человека который вам старается рассказать показать объяснить да не может быть человек идеален обязательно где-то когда-то он ну как бы сделает что то не так а именно конкретно для вас да потому что мы все разные и значит восприятие идет у каждого свое и если допустим мастер-класс очень хорош да значит человек учел все эти моменты но не всегда так бывает вы наоборот как-то ну поощрите как то это в какой-то другой форме подскажите скажите а вот хорошо бы было если вот это было вот так и вы знаете ведь что мотивирует нас вязальщиц на то чтобы мы вязали продолжали выставлять для вас мастер-классы делились каким-то опытом что-то новенькое вам привносили да конечно же похвала да конечно же когда вы пишете то что вот вдохновляетесь то что хотите связать это изделие и так далее и так далее и так далее но мы же все взрослые люди вы же но приземлитесь немножко к реальным фактам если вы ребенка постоянно тюкайте 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 он конечном итоге будет сотюкан и да точно так же и человек какого бы возраста он не был если ему постоянно говорит ты такая рассекает и у тебя плохо получается ты не так делаешь и 5 10 голос не нравится ногти не нравится то ты спи что еще что-нибудь но в конечном итоге этому человеку не захочется ничего для вас сделать но вы же подумайте что допустим есть люди холерики а есть еще другие вылетело слово да кто-то очень энергичный а кто-то степенный понимаете и конечно вам нужно искать и того мастера который будет для вас ну как бы подходить да поэтому я не хочу как бы говорить сейчас о себе потому что я это все уже прошла я уже сделал определенные выводы на разные комментарии я конечно по-разному реагирую а человек напишет мне обидный комментарий я начинаю ему отвечать ну как бы говорю же вот таким же языком а поставьте себя на свое место вот так 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 она мне начинает говорить ой почему вы так резко реагируете ну а как я должна реагировать вы меня извините я должна сказать спасибо дорогая моя продолжайте в том же духе но почему же когда вы значит пытаетесь обидеть меня значит вы считаете в порядке вещей если я вам дала отпор значит я там какая-то не не такая уже сразу становлюсь ну нельзя же так делать поэтому я вас призываю что следующий раз когда вы будете писать кому-то другому не обязательно мне какой-то комментарий если у вас вызывает там какой-то гнев или еще может проще закрыть этот комментарий и уйти вы вернее мастер-класс а вернуться когда у вас будет плохое настроение закончится плохое настроение или возьмите если у вас вы действительно хотите связать эту вещь просто как-то завуалируйте как-то по-другому спросите спросите так как бы было приятно чтобы спросили у вас понимаете я думаю что я донесла эту мысль почему я сейчас эту тему развела потому что буквально вчера раз но мне написала сообщение начинающий блогер и говорит ну вот как вы реагировали в таких случаях пришло вот такое сообщение там я не знаю что я делаю не так вроде стараюсь и все остальное ну в общем я знаю что большинство блогеров смотрят практически весь визуальный youtube мы крутимся как говорится и варимся в одной каше поэтому вот такие у меня пожелания к вам конечно добрых людей гораздо больше чем плохим плохих и чаще всего что люди с плохим настроением приходят и выливает это плохое настроение на других и не всегда и все как говорится подготовили почву к своей защите вот теперь давайте продолжим дальше значит еще одна скатерть это скатерть ананасовая значит опять же такая же ситуация у меня произошла с этой скатертью было очень неприятный неприятное общение с одной подписчицей что я там все не так объясняю все не так рассказываю но знаете у меня как раз было ну скажем такое хорошее настроение может быть или почва такая что я взяла и начала объяснять и все остальное говорю где я не так сделала что у вас не получается давайте покажите мне пришлите фото вашей работы разберемся вместе там это человек в начале вылил гнев оказалось что ошибки у нее когда мы разобрались она продолжила вязать человек даже спасибо мне не сказал что я потратила столько времени я три дня с ней разбиралась вот представляете вот что можно сказать о таком человеке вот что можно сказать ну просто забыть про это идти дальше скатерть это у меня ну очень большая конечно получилась тоже мне написали что я бы там продолжила вязать и опять же ну не могу сказать что большая масса людей не слышит то что я говорю скатерть эту я вязала не для себя я вязала по определенным размерам просто я показывала на своем журнальном столике там совершенно другой стол и размеры эти устраивает это скатерть пока у меня потому что режим самоизоляции я не хожу не по гостям ну и на улицу вообще мало выходила не провела еще даже в это его потому что я хочу все-таки сходить примерить на стол возможно мне придется ее подкорректировать поэтому я пока ее оставила в таком же виде в каком она у меня была ну и ничего с ней пока не делаю на мои сто двадцать три сантиметра в длину и девяносто один по моему сантиметр в ширину ушло шестнадцать моточков опять же мне спрашивают сколько мне купить пряжи на стол два двадцать уже я не знаю сколько я объясняла и еще раз скажу товарищи ну я не знаю я даже на свои на свой размер не знала сколько уйдет у нас даже при всем том что у нас одинаковая пряжа одинаковый крючок плотность вязания у вас может быть разное вот из пряжи ирис я связала вот эту скатерть один в один по моей же схеме с моими объяснениями со всем остальным одним и тем же крючком у меня получился 90 получилось 90 сантиметров а у Нины рождовой сто четыре по-моему или что-то ну за метр получилось вот вам пример вот вам пример у нее тоже ирис то есть получается я вяжу плотнее она вяжет слабее поэтому я если честно не могу сказать не могу никогда не могла сказать до последнего я не знаю сколько у меня уйдет пряжи я примерно покупаю примерно планирую всегда стараюсь покупать пряжу с запасом а там как уж получается по-другому никак что-то у меня прям темно в квартире хотя светло вообще вот как бы ну как сейчас сейчас очень ярко в квартире телефон показывает вот так значит я наконец-то довязала свою чайку все те кто ждет что я покажу ее на себе ждите обязательно ее покажу на себе значит то же самое меня спрашивали сколько у вас ушло моточка в пряже у меня ушло пятьсот шестьдесят грамм вот сейчас буквально перед этим видео я взвесила пятьсот шестьдесят грамм у меня ушло на эту чайку столько я много разных мнений по ее поводу выслушала кто-то говорит что на мне как мешок кто-то говорит Ирина очень хорошо и я сама знаю свои недочеты по вязанию этой чайки да я их озвучивала не боюсь признавать свои ошибки да вот и причем такие ошибки которые я допустим даже не знаю по какой причине я их сделала в связи с тем что я эту чайку начала вязать в прошлом году летом а уже на пороге новое лето почему я не довязала ее в прошлом году потому что мне не хватало пряжи я покупала пряжу в остатках в магазине вот в надежде на то что мне хватит потому что в спицах расход меньше это кстати пряжа ализе было не могу вам сейчас ничего сказать потому что у меня нет не сохранилась этикеточки я использовала свою пряжу в ноль я сейчас опять же не скажу сколько моточка у меня было потому что ну уже в связи с тем что прошло определенное количество времени у меня это все забылось здесь значит я нашла старые свои записи да вот значит что могу сказать вот у меня всего лишь записи по чайке 200 петель я набрала но я по сей день знаю что 200 вот как таблица умножения она у меня отложилась что я набирала 200 петель это я рассказываю для тех кто задавал кто задавал мне вопросы сколько я набирала на свою чайку из тунники значит дальше я не могу вам сказать что это я вела за записи единственное что я знаю что когда я стала делать распределение у меня было шестьсот восемьдесят шесть петель это я тоже запомнила я так понимаю что это у меня рукава 252 ну и все остальное расчеты 252 петли я отделила на рукава но хочу сказать что это неправильно то что я отделяла на рукава это неправильно если вы были со мной то вы знаете ну что ж такое у меня игра света простите главное то что видно то что я показываю и это хорошо значит я сделала почему-то очень большой подрез я уже рассказывала не знаю почему я его такой большой сделала прям ну вообще большой может в другом случае он не такой и большой но здесь у меня 5 сантиметров обычно я делаю 3 сантиметра еще плюс росток всего у меня получилось 10 петель и плюс я еще обхват руки добавила то есть у меня получилось в итоге если у меня 38 сантиметров обхват руки плюс еще 10 46 сантиметров вот поэтому у меня там и написано 46 сантиметра вообще не знаю почему я так сделала вот но я вышла из положения сейчас на сегодняшний момент все то что у меня присутствует чайки мне очень нравится и вообще она мне я ее полюбила скажем так носить буду сто процентов я первоначально говорила что я буду носить ее только дома сейчас я просто уверена что я ее буду носить везде и всегда потому что она мне на самом деле очень нравится значит у меня рукав чуть ниже локтя почему чуть ниже локтя потому что ну это мое мнение точно так же как мнение о длине я никому его не навязываю каждый вяжет так как считает нужным я считаю что в нашем возрасте уже нужно прикрывать локти а тем более я дама корпулентная значит обхват руки у меня приличный и уже в связи с возрастом висит этот мешочек да скажем так я стараюсь прикрывать все такие места поэтому я провязала чуть-чуть ниже локтя затем да да прям чуть-чуть прикрыла локоть меня все устроило по поводу паховой зоне то же самое уже неоднократно даже наши мэтры моды говорят что если вы рожавшая женщина то вы должны если у вас не идеальная фигура то вы должны обязательно прикрывать паховую область вы знаете не знаю у меня то ли это пунктик то ли еще как то вот смотришь идет женщина в возрасте в джинсах и у нее извините за выражение впереди визит курдюк она идет короткая футболочка ну не красиво же это но я не знаю такое впечатление что люди не смотрят на себя в зеркало и буквально недавно я смотрела одну блогер одного блогера который тоже уже далеко за 50 она связала коротенькую молодежную футболку и показывает и показывает на себе ну опять же это мое мнение ну вы посмотрите внимательно на себя ну если вы будете в ней дома ходить в огород то это одно но если вы выходите на улицы в люди ну не знаю но некоторые видите может так и нужно делать не обращать внимание на мнение других а делать так как вы считаете нужно ну не знаю я не из тех людей поэтому мне вот говорят что зачем вы вяжете такую длину там и то и сё ну у меня вот такой пунктик может быть я не права если я не права разубедите меня пожалуйста я никого не хочу оскорбить никому не хочу навешать свое мнение просто я высказываю его вы вправе его принимать не принимать но думаю что выводы каждый делает свои я высказываю тоже так вот продолжу значит рукава меня устроили далее после рукав я стала вязать длину моей туники перешла на спицы я уже рассказывала что набор я делала на спицы номер два затем вязала на спицах номер два с половиной провязала всю кокетку спицами номер два с половиной и кокетка у меня вот заканчивается и поворотными рядами до двух два с половиной далее перешла на спицы номер три кубические книп про и здесь вот уже я вязала на спицах три с половиной и здесь же закончила на спицах три с половиной но уже совсем свободно я вязала резиночку очень свободно закрыла эластичным краем что у меня позволило вот чтобы выглядел вот так вот мой низ у меня резиночка она абсолютно не стягивает но оформила мой конечный край здесь нужно заправить чем не очень хороша вот это вот пряжа то что если полностью не зацепил ниточку обязательно остаются вот такие моменты такие моменты у меня как бы есть в некоторых местах только что видела уже не вижу я старалась их как бы исправить если видела ну вот например да здесь получается не исправила вот не полностью там захватила и остаются ну ничего не сделаешь уже связала как связала где я замечала я исправила подымала там распускала подымала петли вот так что по туники чайки вот мое такое впечатление и мой такой небольшой рассказ о ней я еще не заправляла ниточки то есть кончики я специально не заправляю заправляю их только после того когда постираю вот везде у меня еще не заправленные кончики сейчас я их заправлю прям вот после того как сниму это видео я оставлю буду заправлять и приводить в соответствующий вид не знаю когда я сниму на себе но постараюсь как можно быстрее это сделать значит еще одна работа это туника прибой как мне приятно что уже тоже очень много людей связала по моему мастер-классу и туник и полуверов и платьев платьев представляете более того очень приятно что вяжут не только наши соотечественники но и зарубежные представители наших вязальщиц очень очень я рада присылает фото и вот в очередном видео тоже будут фото этого этой туники прибой и платье что ж у меня с яркостью вот тоже я сделала вто очень ну просто очень довольна этой туникой пряжа это flowers я вязала крючком как я уже рассказывала значит кокетку вязала по схеме а далее уже эту схему переделывала под себя потому что ну здесь полосками чтобы не шло расширение и так далее если честно если честно я что-то не обратила внимание но вот после того как я сейчас это тоже скажу пойду посмотрю продолжают люди вязать именно вот по схеме или так же как я вязала свой узор но все части я выставила абсолютно все вся информация есть на моем канале вяжется очень легко просто быстро знаете когда я первый раз ее взвешивала я не знаю почему как я взвешивала но у меня почему-то было четыреста тридцать шесть грамм она весила когда я пошла ее сейчас взвесила она у меня получилась четыреста шестьдесят грамм или врут мои мясы так где я свою тетрадку подела хотела показать вам ага вот она прикрыла своей чайкой вот смотрите четыреста двадцать четыре расход был а после этого стал четыреста шестьдесят значит цвет двести пятьдесят четыре начала я ее вязать так морской прибой когда я ее начала вязать как всегда я не записала когда я ее начала вязать но зато написано когда я ее связала связала я ее двадцать первого ноль четвертого ну что ж я такая Ивановна но ничего тоже не написано не знаю что это такое ладно неважно то есть расход я вам сказала значит и думаю что если вы такая шкурпулентная дама как я да то вам достаточно двух мотков но естественно рассветка у вас не будет такая как у меня я подбор делала из трех цветов поэтому вот она у меня такая получилась я начала вязать вверху вот таким сиреневым цветом потом постепенно перешла на более светлый а потом сделала в обратную сторону видите со светлого и постепенно вот как бы на темный и так далее вот и еще я подбирала рукава то есть у меня получается вот кокетка идет и рукава у меня идут согласно кокетке и в связи с этим я использовала три мотка но значит у меня остатки не пропали ни в коем случае они не могут пропасть потому что ну как бы я стараюсь все то что у меня есть запасов запасах у меня много остатков разных так как здесь осталось еще больше 300 грамм я стала вязать топ каролина если вы являетесь моим подписчиком и смотрите мои влоги или смотрели предыдущие мои отчеты то вы знаете что это уже вторая версия моей каролины первая версия была немного по-другому связана и она оказалась велика это фос-мажор скажем так мне пишут ну зачем вы перевязывали дочка может поправиться и будет носить мы живем сегодня и сейчас неизвестно что с нами будет завтра если она еще сильнее похудеет вот так вот поэтому я все распустила в ноль как люблю распускать вообще вот и перевязала полностью по новой совсем с другими расчетами естественно другую горловину сделала здесь у меня пол и шнур вот и горловины совсем другая сейчас она не закручивается но в дальнейшем я надеюсь что она не будет закручиваться потому что я там буду еще оформлять дальше ее все тоже самое сделала что делала предыдущие разы всю длину я уже вывязала та которая мне необходима в этом топе сегодня буду вывязывать удлиненную спинку и закрывать низ и затем вывяжу рукава естественно из-за того что у меня предыдущий топ был ну по размеру больше пряжа у меня использовалась этот раз еще меньше чем прошлый раз и я так думаю что у меня еще даже останется пряжа от этих трех мотков очень мне нравится вязать и если вы обратили внимание я уже говорила что вяжу практически только его за исключением того что я вяжу образцы еще для нового изделия вот даже не переключалась на старые ну чуть-чуть совсем чуть-чуть так что это у меня продвижение такие по топу опять же уже неоднократно вы у меня спрашиваете будет ли мастер-класс да да и еще спрашиваете на каких спицах я вяжу я вяжу вот все полностью начиная от горловины на спицах два с половиной два с половиной нигде вот меня спицы ади очень мне понравилось вязать эту пряжу вот этими именно спицами потому что я пробовала вязать другими которые мной очень любимы это но ими вязать неудобно потому что здесь острые кончики так как данная пряжа состоит из нескольких ниточек поэтому иногда цепляется и неудобно вязать я перешла только на эти спицы очень можно сказать чуть ли не с закрытыми глазами вязала как раз вот здесь в этом случае актуально то выражение что как бы спицы вяжут как бы сами вот слышала неоднократно такое выражение но никогда не могла применить его это выражение для себя вот в данном случае я применила значит что еще тут как бы я подвязываю я ну как бы начинала вязать это такой топик на лямочках для своей дочери из пряжи diva stretch ну связано всего лишь немножко и вяжу я там два три ряда иногда когда снимаю теги иногда когда хочу переключиться на другой цвет не знаю возможно настанет такой момент когда я вот раз включусь и полностью свяжу в принципе вяжется легко просто быстро но вот я планирую связать надеюсь что свяжу еще что я начала подвязывать если вы помните я уже рассказывала и вы 150 раз задавали мне вопросы по этому жилету я уже показывала в своем влоге и рассказывала по какой причине я не продолжаю его вязать вставляла картинки много всего рассказывала про этот жилет после очередного моего показа его его опять задали кучу не вопросов будет ли мастер-класс хотим связать как вы вязали это как вы вязали то а сделайте мастер-класс по вязанию вот таких вот столбиков девочки ничего этого делать не буду почему потому что мне осталось связать практически чуть-чуть меня останавливал крючок сейчас он меня не останавливает я и потихоньку вяжу ну совсем потихоньку ну пока вот ну не вдохновил он меня на то чтобы я прям взяла и быстро закончила надо тоже как бы настроение еще у меня тут вот запуталась пряжа я естественно распутаю я уже говорила и спасибо вам что вы мне там советуете как бороться с или жить с моей барабашкой которая мне все путает да кто-то в юморной форме это все там рассказывает кто-то предлагает подкормить и так далее ну я уживаюсь хочет она играться пусть играется ну пока никаких таких особых неприятностей она мне не принесла поэтому пускай как есть так и будет значит хочу еще что сказать вот у меня опять же перед глазами стоит кардиган или лежит кардиган моя красота который надо распускать а я все никак не решусь все думаю ну как же мне обойти вот эту ситуацию которая у меня случилась а случилось именно то для тех которые не знают почему я не довязывая и почему я до сих пор в раздумьях у меня параметры 145 на 125 плюс я дала прибавки по 10 сантиметров на свободу облегания и начала вязать снизу вверх на одном дыхании очень быстро я провязала связала один одну сторону реглана и когда я примерила одну сторону я поняла мама дорогая что же я сделала а сделала я то что я не учла что нужно же было вот здесь по бокам сделать убавки для того чтобы посадить нормально на себя это изделие потому что у меня и верх и низ получился одинаковый и если снизу все смотрится нормально то вверху представляете при классическом реглане у меня просто вот здесь все настолько велико это просто не передать да вот это вот такой звук это было выражение моих эмоций вот я естественно здесь уже сняла спицы но распущу 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 довяжу каролину довяжу и буду распускать этот кардиган и буду его продолжать вязать он у меня я его никуда не убираю стоит перед глазами и буду я его вязать не потеряла я желание его довязать очень мне нравится эта ниточка эта ниточка с фикс прайса фантазийная яркая красивая все как я люблю вяжется очень легко и просто ну в общем надеюсь что я все это да я уже примерно знаю как это все дело довязывать это у меня планка вязала же все это вязала еще на спицах так все это пока я вам показывала старенькое что же новенькое что я тут планирую в новенька в недавних своих покупках все опять у меня тут запуталась сейчас вытягивала все спутала я показывала вам что я приобрела пряжу диво омбре батик не диво было господи все путаю было омбре батик или батик вот и даже я показывала что я связала образец вот такой образец я связала и мне очень понравился это этот образец и я буду вязать из этой пряжи себе летний джемпер или пловер я еще не знаю вот и еще даже не знаю как я буду вязать то ли я буду вязать наподобие хейварда то ли я буду вязать наподобие футболки в связи с этим я плавно перехожу к тому что я уже активно разработала и буду вязать сто процентов вчера в своем влоге я показывала что я выбираю пряжу из которой я буду вязать да буду вязать вот таким регланом погон да по типу пловер оверсайз да прям такую оверсайз очень большой можно сказать вот вот с этой пряжи я сто процентов буду вязать спицами что-то мне очень понравилось вязать мне посоветовали взять соединить эту пряжу потому что она тонкая нет мне нравится именно тонкая потому что у нас лето очень знойное и поэтому я хочу что-то тоненькое но вот то что мне посоветовали соединить я вам за это очень очень благодарна вы не представляете как и почему же я благодарна да потому что я уже даже сделала расчеты и даже уже набрала петли и буду вязать из пряжи виола и теперь я знаю что мне хватит почему опять же тот кто со мной уже давно тот знает что у меня есть вот такие вот нитки швейные я вчера к себе залезла за крома вытянула эти ниточки провязала образцы причем образцы я провязала вот здесь у меня шелковый блеск блеск который с лиоцелем так где же у меня сейчас секунду да вот такой пряжа из троицка шелковый блеск я вот не знаю по какой причине они перестали выпускать эту пряжу но какая же пряжа замечательная я не знаю мне так она понравилась и особенно вот в сочетании с виолой она просто замечательная такой тактильный такое тактильное ощущение я думаю что если вот была бы возможность связать вместе с шелковым блеском это было бы супер замечательно но связи с тем что у меня всего лишь два с половиной моточка этой пряжи естественно мне не хватит на мою задумку это если на топ там допустим для дочери возможно и хватило бы но мне конечно же не хватит и я тогда еще провязала что ж ты свет вот вот здесь вот с этим с этой ниточкой здесь у меня два две с половиной тысячи метров цвет 385 не знаю кому-то это что-то даст 70 АП ну это скорее всего что акрил наверное и но так как я вижу две ниточки получается вот такая нитка она тонкая но конечно же не такая тонкая как это очень очень мне понравилось и по тактильным ощущениям и вообще вот как видите вот здесь и вязала только с виолы и на спицах номер два и посмотрите какая вязка да здесь шелковым блеском а здесь вот с этой ниточкой в общем я думаю что вязание будет ровненько никаких пока вот провязала несколько рядов трудностей я не увидела я уже с помощью крючка набрала петли набросовую нить и вот уже рассчитала то количество петель которое мне нужно для набора и в общем-то это было сделано вчера сегодня я планирую до обеда довязать у топа низ не знаю посмотрю как дальше там будет желание дальше вязать значит буду вязать топы буду довязывать но если у меня вдруг возникнет желание сменить ниточку потому что сейчас нитка все темнее темнее на улице у нас пасмурно и у меня устают глаза и вот плавно я хочу сказать что да я вот эту вот планирую вязать я уже говорила как футболка то есть если вы помните если вы смотрели людмилу мамо да у нее на канале есть экспресс мастер-класс я так думаю ну в общем она рассказывала о том как она вязала свою тельняшку я вот что-то примерно такое хочу связать вот что-то примерно такое конечно людмила мамо у нее размер не сравнится с моим мне даже сегодня опять же подписчица в комментариях написала посмотрите чайку людмилы мамо я смотрю все видео людмилы мамо я ну как тоже люблю очень стиль боха поэтому она конечно является моим кумиром и я смотрю абсолютно все ее видео но вы сравнили тарапуньку и штепселя можно сказать так ну я не знаю как как еще сделать сравнение это у нас наверное разница размеров 15 наверное будет с ней поэтому конечно же на ней смотрится по одному на мне будет смотреться совершенно по-другому и сравнивать нас вообще я считаю что это даже не имеет смысла вот и после того как я свяжу вот эту футболку естественно я тогда перейду уже на вязание ажура то что я буду вязать вот этим узором это сто процентов вы знаете если вы помните совсем недавно я показывала как я вяжу вот таким вот узором вот я его увидела он мне очень понравился потом через какое-то время я увидела что таким узором вяжет какое-то свое изделие альбина вязание и жизнь и что-то я так поникла и думаю ой не буду я теперь таким узором вязать а потом решила для себя ой ну подумаешь альбина вяжет для себя какое-то свое другое изделие так как мы вязальщицы все пользуемся интернетом конечно же будут совпадения но каждая вязальщица обыгрывает узор по-своему поэтому ну у нее будет таким узором свое изделие а у меня будет свое изделие поэтому я вот таким узором тоже уже у кого-то видела и неоднократно связанные изделия да ну свяжу это по-моему узор оверчивый насколько я помню думаю уже море людей связала таким узором еще море свяжет ну и я буду в том числе так что здесь как бы не имеет значения для того же я и показываю чтобы люди смотрели вдохновлялись и вязали тоже для себя поэтому как бы ну то смел тот и съел я тоже что-то свяжу вот таким узором потому что он мне очень понравился это переигранный узор с хитом и шиды узор хитом и шиды вылетает с головы вот и в общем-то он мне очень понравился я все равно свяжу таким узором что-то и для себя так что-то я здесь очень много наболтала вам да сегодня у меня прям так и с меня прет и прет и прет и я еще много чего могу сказать но надо остановиться тем более что вот звоночек поступил скоро ко мне приедут я благодарю вас за то что вы досмотрели до конца это видео то что вы остаетесь со мной смотрите рекламу и не пропускайте ее ставите пальчики вверх пишите комментарии я вам безмерно благодарна за это потому что конечно вы мои двигатели вперед вы мои вдохновители вы мои ценители и так далее и так далее вы мои ангелы которые меня постоянно подталкивают на то чтобы я не сидела на месте чтобы я развивалась чтобы я не закапывалась свои болезни и так далее и так далее я говорю только я знаю насколько я благодарна вам за это я в свою очередь желаю вам только добра мирного неба над головой хорошо что у нас уже закончился режим самоизоляции хотя бы ну там пускай не в полной мере но уже как говорится начало положено значит скоро мы вздохнем с облегчением возможно возможно и хочу чтобы вы с наименьшими потерями вышли из этой самоизоляции здоровье здоровье прежде всего здоровье легких ровных петелек ну а я с вами прощаюсь совсем ненадолго до новых встреч до новых видео с вами с вами была ирина до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч